Моя, красивая, а моя, моя, и улыбка милая, а моя, моя, и... Всем привет! Сегодня будут полюбившиеся вам новости женского ютуба. С вами я, ваша Оксана Хорошая, и сегодня мы будем обсуждать всё, что интересного произошло в мае. А в мае я ничего не снимала, потому что я устроила себе каникулы. Я очень много развлекалась, много где была, и много всего происходило в жизни. Юбилей, мужа, день рождения сына, различные поездки. И вот сегодня, со свежими впечатлениями, мы приехали с другого города, где были в кинотеатре, и смотрели «Пираты Карибского моря 5». Итак, фильм «Майя». Моё впечатление о пиратах скорее хорошее, чем плохое, хотя я была настроена очень негативно. После обзора Соколова я как-то, он его прям совсем-совсем плохо отозвался о нём, и я шла уже как бы заведомо с таким негативом. И какое же было моё в итоге приятное удивление, что фильм не так плох, как о нём говорил Соколов. Я не сильно следила за, знаете, сюжетной линией прошлых серий, я, честно говоря, половину не помню там, что происходило, так помню некоторых персонажей. Поэтому мне, если так не придираться, фильм очень понравился, спецэффекты классные, снят дорого, богато, как говорится. И Джек Варапей, единственное, мне чуть-чуть не хватило юмора, но некоторые шутки в середине просто, не знаю, взорвали зал и все хохотали. Но как я сходила в кино, я не забуду никогда. Я уже, правда, сделала пост в Инстаграм. Всё началось с того, что мы просто опоздали на этот фильм, но мы заранее забронировали места, самые хорошие, в середине. И когда я заходила в зал уже с попкорном, с бутылкой воды, с сумкой на плече, билетами, потом нам дали ещё очки, в кинотеатре дали салфетки. И всё это у меня как-то в руках, всё это умещалось. И я, пробираясь в тёмном зале к своим местам, разделываю резкий поворот, чтобы сесть на своё кресло. И моя сумка запутывается и сбивает нафиг соседский попкорн, который он только купил. Он, бедный, не знаю, даже, наверное, его ещё не успела попробовать. И мне, я извинилась, конечно, перед мужчиной. Ну, не мужчиной, а такой молодой человек, слегка под шофе. И я сказала, вы можете взять мой, он сказал, не надо, всё нормально, ну ладно. Сижу, смотрю, значит, уселась тут, половина добра из моего сумки, сумка раскрылась, высыпалась. Я собирала по тёмному полу свечу там телефоном, пособирала все свои помады, пудры и всё, что-то вывалилось. Думаю, блин, села, сижу, смотрю. Потом слышу, кто-то посапывает у меня справа. Поворачиваюсь, а на моём плече лежит этот парень, которого я сбила попкорн. И так, я просто сначала почувствовала запах страшного, такой перегара. Поворачиваюсь, он так прилёг на меня. Думаю, ну ладно, уж лежи, попкорн я тебя сбила, лежи, спи. Потом смотрю, когда начались там морские бои, вот эти все. И на меня раз вода капнула, два вода капнула. Я недавно впервые была в 5D, и там тоже такой эффект воды. Я наивно думаю, что это, наверное, вода вот этого вот эффектов. А потом думаю, как я в середине в зале, откуда на меня капает вода. И я пооднимаю голову и понимаю, что именно надо мной только вот такой квадратный кондиционер. Больше ни у кого нет, и он потёк. И капал он мне справа, на мои штаны. К тому времени я как раз доела свой попкорн, небольшой стаканчик. Ну и что мне сделать? У меня тут на плече мужик, понимаешь? Попкорн, стакан пустой. Я подставила и вот этот, знаете, фильм смотрю в очках. И тут так кап, кап. Думаю, ну ладно, мне ничего не испортит настроение. Я же ещё на позитиве, поэтому ладно, фиг с ним, пусть капает. Потом я понимаю, что всё равно мои штаны мокрые. Я поняла, что стакан бумажный раскисливает, но вывалилась мне на штаны, и вода продолжает мне капать. Фиг с ним. Я говорю, подруги, говорю, ты доела попкорн? Да, говорю, дала стакан, мне нужно заменить ведро. Подставила второй стакан и продолжила смотреть. Когда я вышла, у меня отдаля какой-то дикий хохот, когда я рассказывала об этом мужу. Потому что это реально смешно. Ну, в общем, пираты Карибского моря у меня удались. Я вышла с мокрым пиджаком, с мокрыми штанами, но хохотала, не мог просто, вот, ну, всё, что могло, скучиться в кинотеатре со мной. Всё случилось. Ну, да ладно, фильм в целом неплохой, так что советую сходить. Ради просто вот там пары шуток, которые мы, не знаю, не буду вам спойлерить. Но фильм прикольный, посмотреть можно, особенно в кинотеатре. Эффекты гораздо впечатляющие, чем, я думаю, что это будет там, чем по телевизору. Поэтому прям советую, девчонки, идите смело, повеселитесь, отдохнёте морально. Так что фильм Майя удался. Следующее, что было хорошего в Майе, это мужик Майя, назовём эту рубрику «Мужчина Майя». Итак, я подписана, как поклонница фильма «Дьявол носит Прада» на канал ВОК России. И там было интервью, вышло видео с каким-то Сергеем Полуниным. Думаю, кто это такой? Ну, модель какая-то открыла, посмотрела. И я не могла оторвать от него глаз, в том плане, что у него такие какие-то интересные глаза. И потом я поняла, что это солист балета, причём весь в татуировках. Меня это опять заинтересовало. И я так надыбла о нём, там, мне интересно стало дальше, смотрела, смотрела его биографию. Короче, пацан из-за своего языка где-то что-то ляпнул, выгнали его из королевского лондонского балета. Я приехал к нам, по-моему, танцует в Новосибирске, ну, гастролирует. В общем, интересный такой чувак, так что рекомендую посмотреть и поинтересоваться. Потому что я впервые видела такого татуированного, такого балерона, танцора. И он показывает даже, что он-то на ком-то, на руках свои татуировки замазывает. И так вблизи всё видно, что он татуировки на ладонях. А когда отсвечивают софиты, то ничего не видно. И он там этих жаботам своих, лосинчиков беленьких, и своими татуировками размахивает вправо и влево. Так что интересная такая личность. Советую вам посмотреть, так сказать, чтобы быть в теме. Инстаграм Майя. Мне попалось, знаете, один блогер Инстаграма рекламирует другого. И попалась мама многодетная. Мне так понравилось её смешное видео, что я залезла к ней на канал. Какое же было моё удивление, что это мама близнецов или двойняшек девочек. И это ухохотаться. То есть, когда мамы одного ребёнка что-то жалуются, что-то не успевают, напрягаются в декрете. Это всё понятно. Но так, как позитивно относится она и какие она видео на эту тему снимает, это просто шедевр. Так что советую. Ссылку я оставлю в описании на эту мамочку. Очень весёлое видео. Прям, знаете, в декрете подзарядиться позитивом очень даже. И также я подсела на Инстаграм Максима Фадеева. Мне нравятся, он там такие посты интересные иногда выкладывает. Есть что почитать. Ну, из новостей женского Ютуба. Итак, у нас будет рубрика. Мероприятие женского Ютуба. Это было мероприятие в Москве. В Москве прошёл Пати Фрэш. Это мероприятие для мам-блогеров, в котором участвовали мам-блогеры, которых я практически всех знаю, с которыми даже дружу с некоторыми, переписываюсь. И прошёл в такой приятной и тёплой атмосфере. Красивое такое оформление, мастер-классы. В общем, класс. Посмотрите видео вдохновляющее такое Дани Матани эмоциональное. И у Ксении Величко, и также у Ольга Качанова. Красивое видео. И с Тесси Скай там была Настя. Мероприятие именно для мам-блогеров. Так что уже такие прям проходят фестивали. Мне прям за девчонок порадовалось. Я за девчонок порадовалась и тоже хотела там побывать. Но не знаю, как жизнь сложится. Возможно, когда-нибудь я на них тоже попаду. И также из новостей Ютуба женского произошла ссора. Ссора между Ксенией Тель-Авив и Мариной Мухиной. Но я бы не обращаю как-то внимания на эти скандалы и так далее. Но просто сам повод меня так позабавил, что ли. Я не знаю. Во-первых, даже удивил. Это, по-моему, на мой взгляд, самая необычная причина, по которой могут поссориться две девушки. Это Антон С. То есть девушки поссорились из-за этого парня. И, короче, его типа порнографических видео с собак. Просто, знаете, Алексей Панин нервно курит по сравнению с этим. Так что, кстати, перейдем к следующим. Необычный конфликт. Поэтому, если кому интересно, посмотрите видео, составьте свое мнение. Но выражу огромный респект Ксении Тель-Авив, потому что это блогер моя. Дело в том, что когда-то давно те блогеры, на которых я была подписана, рекомендовали Ксению Тель-Авив. И очень часто я заходила на канал, но как-то не находила для себя ничего. И мне показалось, что ей, не знаю, лет сорок с чем-то. Потому что, ну, как-то она была так в шляпе, какие-то сережки такие длинные. Мне показалось, что она, ну, старше. Но какое же мое было удивление, когда я вот зашла. Мне попалось тоже рекомендованных видео. Одно за одним там шло. И, а, я смотрела, кстати, рекомендую еще передачу посмотреть, если кто-нибудь смотрел. Познер и Ургант в Германии. Именно тот выпуск, когда они были в концлагерях в Германии. И это что-то. Познер расплакался. Я настолько проникнулась. Там сама чуть не разрыдалась от этих видео. И как раз попалась потом Израиль, они были. И Тель-Авив, Ксения попалась, она высказывала свое мнение о Познере. И с этого видео я конкретно на нее подсела, прям смотрю. И меня она удивляет, поражает своей смелостью. В высказываниях она прям вот молодец. Сдержень есть. Я вот не люблю женщин, знаете, таких омебных, чтобы там бояться кого-то обидеть, кого-то там, чтобы всем было все хорошо. Как говорится, одна попа, два хвоста. Я люблю женщин с характером, со стержнем. И, ну, конечно, до Ксении у меня далеко, потому что она настолько у нее какие-то прогрессивные взгляды, настолько открытая она ко всему необычному. Я, скорее, более консервативный человек. И я иногда в себе это пытаюсь исправить и стать какой-то более терпимой к другим людям, к их недостаткам, к каким-то другим проявлениям, не таких, как в моей жизни. Но не всегда у меня это получается. Наверное, у меня еще не настолько прогрессивный ум. Но Ксения это что-то, я вас уверяю. Во-первых, ей 30 оказалось с лишним лет. Она супер стильно одевается. Прям вот, ну, стиль такой. Никогда не подумаешь, что как так комбинировать вещи. Выглядит она класс. Фигурка так, все у нее макияжик. И она может просто сидеть и рассказывать. Но это будет так интересно и эмоционально, и, знаете, так правду маткую рубить, что ты даже прям удивляешься. Не фига себе. Ну, разве можно так смело и прямо высказывать свое мнение? Вот, поэтому очень рекомендую ее канал, если кто-то еще там не подписан. И также из веселенького и забавненького это канал. Ссылку не помню точно название. Что-то Милан Ти Ви. Короче, итальянцы пробуют русскую еду. Казалось бы, таких видео миллион. Кто там итальянцы, китайцы, испанцы. Кто только нашу еду в небедный квас не пробовали. Но здесь очень качественно снято. И мне понравились сами герои, кто пробует. Это попарно мужчина и женщина. И они настолько какие-то харизматичные, позитивные. И как они пробуют там еду или напитки. Это очень, правда, смешно. И прям, ну, не знаю, какое-то такое легкое, спокойное видео и интересно. Их мнение о русских они также высказывают. Ну, в общем, советую посмотреть, если кто еще не подписывал. Кстати, канал, по-моему, очень большой такой по подписчикам. Следующая рубрика. И здесь ничего веселого не будет. Это СОС Майя. Я хотела попросить вас. Я никогда не попросила вас никакой просьбы там финансовой, да. В этот раз я прям очень вас прошу, даже там кто сколько может, 10 рублей, 20 рублей, помочь одному блогеру. Это мамочка-блогер. Ее канал называется Мамочка Лео. Которые попали просто в жуткую ситуацию, честно. Я просто прониклась. И когда она выложила видео впервые, рассказывая о своей беде, я, честно, на этот день ходила под впечатлением. Прям переживала, как будто это какие-то, знаете, мои близкие там друзья или знакомые. И просто вообще ужас. Если кто не подписан на нее, то Лена живет в Казахстане. У них четверо детей, четверо мальчишек, там, друг за дружкой. Пладшему два годика, только совсем малыш. И ее муж, единственный кормилиц семьи, так как Лена еще в декрете, попал в аварию. Причем попал в аварию серьезную, его сбили на машине, и он получил очень тяжелые травмы головы и бедра. И сами понимаете, что лечение у нас дорогое, но не у нас, а в Казахстане в том числе, да и у нас тоже. Очень дорогие лекарства. Это мозг, это все очень сложно, очень длительный период реабилитации. Поэтому я вас очень прошу перейти на ее канал. И кто сколько может. Если, я знаю, меня смотрят многие девчонки-блогеры, можно через веб-мани оказать какую-то помощь. Да, вот с наших вот этих супер денег с Ютуба можно перечислить хотя бы какие-то копейки. Понимаете, у меня немного подписчиков, у меня 500 с хвостиком. Но если даже каждый перечислит по 10 рублей, это уже 5000 рублей. Это уже какая-то ампула какого-то лекарства. То есть это не такие огромные деньги, которые мы не можем выделить. Также я еще оставлю канал одной девочки, которую я давно уже смотрю. Слежу за ее судьбой. Зовут ее Кристина. Канал называется Кристиночка. Что-то там, честно, не помню. Оставлю также под ссылочкой. И под видео Лены, и под видео Кристины. Есть ссылки на их веб-мани, Сбербанки и т.п. и т.д. Все реквизиты, куда можно перечислить денежку. Про Кристину могу сказать, что это была бьюти-блогером она. А сейчас она снимает видео о том, как она борется со страшной болезнью, раком молочной железы, который у нее обнаружили после рождения ее ребенка. Ее ребенку, насколько я помню, до двух лет. То есть годик с небольшим. И она уже прошла несколько курсов химиотерапии. Она снимает в парике или абсолютно лысой. И это очень тяжелый психологический, физический. И вообще рак, конечно, это проблема бич 21 века. Поэтому если кто может сколько-то помочь, то, пожалуйста, 10 рублей Лене, 10 рублей Кристине с вас не убудет, но мы хоть как-то поможем и поддержим людей в трудной ситуации. Поэтому нужно всегда делать добро, и добро к вам вернется. Я надеюсь, что все у девчонок будет хорошо. Я желаю им здоровья, удачи, терпения и больших-больших жизненных сил, чтобы справиться с теми трудностями, которые встретились им на пути. Развейте эти грустные мысли. Я расскажу о тех двух сериалах, которые заставил один из которых. У меня просто хохотало до слез. Не знаю, май у меня вообще прекрасный месяц. Месяц веселый, позитивный. Какой-то развлекательный. Поэтому во всех смыслах. Поэтому сериалы, первый, который я вам порекомендую, это «Отель и Леон». Это уже второй сезон, я смотрю. Этот сериал не столько смешной, сколько он какой-то красивый. Понимаете, это красивая картинка. Мне напоминает, знаете, какую-то голливудскую мелодраму, там о Золушке, что-то в этом духе. Но очень красивая картинка. Актрисы всегда такие прически, у них макияжи. Они все там расфуфыренные, даже горничные, все там волосочек к волосочку. То есть, ну, просто приятная картинка, которая не напрягает мозг. Если так прийти после работы, включить, там, 20 минут этой серии и отвлечься от бытовых трудностей. Ну, а следующий сериал, я не знаю, может, не все любители такого юмора. Ну, не знаю, меня лично, я ухахатывалась. Сериал, конечно, там и мат присутствует, и шутки ниже пояса. Но есть такие моменты, от которых я просто, я вас честно говорю, я каталась по полу. Может, у меня какое-то странное чувство юмора, не знаю. Но «Полицейские срублевки», второй сезон, мне кажется, это намного круче, чем первый сезон. И первые серии, вот я посмотрела четыре серии, но угар полный. Я не знаю, этот мухич меня покорил. Я советую вам всем посмотреть, потому что так смеялась я. Ну, во-первых, моя жизнь тесно связана с внутренними органами. «Песня моя». «Песня моя» — это песня мне... Хотя поёт это фиг там выговоришь кто, короче, текст такой, что... Нет, не тот. Какой текст? Я забыла. Я знаю, найдётся повод набрать... У меня куда-то сам голос как раз сегодня петь. В общем, эта песня напомнила мне песню «Руки вверх». Знаете, такой вариант «Руки вверх» 2017. Под эту песню мы проколбасили здорово и на юбилее мужа, и потом в машине постоянно крутим эту песню. А также песню «Нэнси» — «Странная, красивая, а моя-мая, и улыбка милая, а моя-мая». Эту песню я впервые слышала в 12 лет. И когда я качала треки для юбилея мужа, чтобы тусить, потому что мы снимали коттедж, где были танцы, и я скачала эту песню, потому что помню, какая-то танцевальная такая весёлая. И всем она так понравилась, потому что многие её слышали в первый раз. И теперь у всех друзей, кто с нами был, эта песня ассоциируется с юбилеем моего мужа. Кстати, в мае я впервые была в 5D и в сауне или бане, как это правильно называть, короче. И на этом у меня всё. Помните, что всё будет хорошо. Это говорю вам я, ваша Оксана Хорошая. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok